Информационный партнер программы Журнал Маркетинг Менеджмент Лучшие идеи для вашего бизнеса Здравствуйте! Вы смотрите программу Дау Бизнеса И с вами ее ведущий Сергей Турко и Надия Черкасова Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Сергей Станкевич Историк, политик, советник президента Ельцина Здравствуйте! Здравствуйте! А поговорим мы о книге «Революция Гайдара», которая недавно вышла Успела стать бестселлером, что очень приятно И, насколько я понимаю, это первая книга, которая популярно рассказывает о тех временах Прошло хотя 20 лет, но тем не менее, дождались только сейчас Это книга о первых и последних радикальных реформах в Новой России Реформах либеральных И когда сейчас вспоминают те времена И говорят про либеральные реформы, про либерализм И вообще про то, что может ли либерализм быть новым путем России В какой-то перспективе Мне кажется, очень неправильно понимают, Сергей, вот Саму по себе идею либерализма Ее мешают с каким-то развратом, с какими-то парадами Что либералы продали родину Это обязательно американцы стоят там за плечами Что-то такое отрицательное, черное Да, а все-таки, вот какого понимания либерализма? Что это такое? Какое место в России? Вот как вам кажется? То есть, прежде чем говорить о книге, мы поговорим о либерализме Ну, потому что, мне кажется, книга, да И Гайдар, это в контексте либеральных реформ в целом И они, мне кажется, понимаются, вот сама философия либерализма Понимается, мне кажется, абсолютно неправильно И более того, ее никто не разъясняет И, мне кажется, даже оппозиция этого не делает Не делает Либерализм, конечно, это некая трагическая формула для России Потому что она стала универсальным ругательством буквально Ну, хуже этого только педофил Вот, если, так сказать, выстраивать такую негативную скалу Куда ниже падать, вот идет либерал А хуже там убийца и педофил Значит, почему это произошло? По двум причинам Во-первых, непонимание, что же такое на самом деле либерализм Это неизбежное последствие интернет-образования То есть, когда люди не вдумываются, не вчитываются А быстро кликают страничку за страничкой Во-вторых, это результат сознательной пропаганды, к сожалению Потому что тем людям, которые пытаются сформулировать идеологию новой России Им почему-то кажется, что эту идеологию лучше формулировать не в позитивном ключе Куда мы идем, зачем и чего мы хотим А в негативном Не спровергая вот этот самый либерализм, превращая его в универсальный жупел И тем самым самоутверждаясь на отрицании Вот эти два момента Непонимание, недостаток образования Плюс сознательная пропаганда Тех, кто считает себя противниками либерализма Вот привели к совершенно недопустимой, я считаю, ситуации Когда либералы вынуждены прятаться от публики И чуть ли не ежедневно оправдываться Это недопустимая вещь Что такое либерализм, вполне респектабельная Серьезная, имеющая глубочайшие корни в истории человечества учения И надо, конечно, отличать три либерализма как минимум Либерализм экономический Самый такой естественный и широко распространенный Либерализм политический И либерализм социальный И они далеко не всегда совпадают Конечно, очень часто есть сложное взаимодействие Между этими либерализмами Но в одном человеке далеко не всегда это совмещается Экономически это типа свободный рынок, получается Минимальная вмешательность государства Все либерализмы связаны с одним понятием Часто пытаются просто перевести на русский язык С латыни Либера это свобода, дескать Свобода, да Но свобода вовсе не отличительный признак Не дискриминирующий признак либерализма Который резко отличает либерализм от всего остального Есть и другие учения, основанные вроде бы на свободе Что такое либерализм на самом деле? Это конкуренция Везде, где либерализм, везде конкуренция Либерализм делает однозначную ставку на конкуренцию Конкуренцию в экономике Конкуренцию в политике Конкуренцию в социальной сфере Причем многообразие и конкуренция Монополий и либерализм это как бы противоположность Вот, совершенно верно Противоположное понятие либерализму – это монополия, не допускающая никакого разнообразия и не допускающая конкуренции. Вот если это помнить, эту формулу простую помнить, тогда становится проще различать либералов и понимать, о чем они говорят. Экономических либералов. Кстати, именно в книге говорится об экономическом либерализме. И основной пункт, который критикуются сейчас, уже спустя годы, что можно ли было все делать постепенно, а не так резко. Освобождая цены, допуская гиперинфляцию. И это основной, по сути, пункт, который подвержен сейчас сильной критике. Мы чуть позже к этому перейдем именно к книге. А вот все-таки, поскольку мы отчасти образовательную функцию несем для людей, а вот два других вида либерализма. Там какие? Простые, чтобы запомнилось. То же самое конкуренция. В политике либерализм означает максимальное разнообразие существующих оттенков политических партий. И все любые оттенки интересов имеют право на существование и на политическое представительство. А антипод либерализм – это авторитаризм, получается. Совершенно верно. Ну и в социальной сфере либерализм предполагает расцвет ста цветов. Все мыслимые направления в искусстве, в литературе, в музыке и так далее. Их свободное состязание. Здесь был антипод, получается, соцреализм, которого сейчас вроде нет, но тем не менее. Совершенно верно. Маргарет Тэтчер – такая фигура, о которой сейчас много вспоминают. Классический случай. Это либерал последовательный, даже радикальный либерал в экономике. И вполне респектабельный консерватор во всем остальном. И в политике, и в социальной сфере. Что касается Гайдара, о котором мы, надеюсь, сегодня будем говорить. Он последовательно либерал. Он либерал в экономике, безусловно. Он либерал в политике. И в социальном отношении его трудно назвать. Он, собственно, здесь особенно не самовыражался. Но вел себя достаточно сдержанно. В частности, он говорил о том, что он агностик. Например, он не был атеистом. В отличие от многих, которые с упором говорят, что они атеисты. Или наоборот, упирают на свои религиозные взгляды. Он говорил, что я агностик. Я равным образом допускаю и ту, и другую возможности. Понятно. Последовательный либерал Гайдар. Да. Про книгу. Значит, вот первая книга за такое время. Как вообще общие ощущения? Вот те времена. Насколько, как вам кажется, как посредственному участнику этих событий, отражены ли те самые важные аспекты, которые, вам кажется, должны быть отражены для существующего поколения? Ну, конечно, не все аспекты отражены. Но очень здорово, что эта книга появилась. Откровенно говоря, я порадовался. И когда услышал о том, что она готовится, и когда с ней познакомился. Она, кстати, стала бестселлером. Слава Богу. Приятно, удивительно. И это очень важно для страны, это очень хороший для нее показатель. Книгу надо обязательно прочесть по трем причинам. Во-первых, это живая история. То есть, говорят непосредственные участники очень важных для страны событий. Событий, которые создали нашу страну, нашу экономику. Во-вторых, это аналитика. Там есть замечательная аналитика. Ну, и сами авторы, и Петр Авен, и Альфред Кох, они замечательные аналитики и практики бизнеса. Но, кроме того, там есть то, что меня очень поразило и порадовало. Блестящее совершенно большое предисловие Леша Кобальцировича. Одного из самых, я считаю, аналитически успешных авторов реформ для Польши. Но, будучи реформатором в Польше, он одновременно осмыслил и опыт реформ во всей Центральной Восточной Европе. И вот там, в этом пространном предисловии, его читать просто замечательно. Просто обязательно, я считаю, для студентов и преподавателей. Отдельно тогда публиковать. Да, можно отдельно публиковать смело совершенно. Ну, и, конечно, это манифест. Я сказал о том, что это живая история, что это аналитика, и это манифест. Манифест – очень важная вещь. Мы, к сожалению, в долгу перед Гайдаром. В первую очередь, в долгу те, кто был с ним в одном правительстве и работал рядом с ним. Они, конечно, в долгу. Но и все бизнес-сообщество России, извините меня, в долгу перед Гайдаром. Мне непонятно, как наши предприниматели сдали Гайдара. Почему без боя, без борьбы позволили его так огульно шельмовать? Они тогда были достаточно сильны в тот момент, когда его... Есть сакраментальная фраза о том, что вся русская литература вышла из шинели Гоголя. Извините, весь российский бизнес вышел из пиджака Гайдара. Как они могли допустить шельмование своего родоначальника, человека, которому они всем обязаны. Вот я считаю, что, может быть, эта книга, этот манифест, а там есть такой хороший публицистический пафос, такой напор. Значит, вот эта книга станет началом оправдания Гайдара, началом его политической и общественной реабилитации. А может ли быть это началом какой-то новой волны того же либерализма, который мы начали? Не думаю, что так быстро и сразу. Не думаю, потому что все-таки либерализм у нас как самогон вечно гонимое существо пока. Но в мире, если так говорить, мы все равно в контексте мира. Мы говорим про Россию, Европу или Азию. Какая Азия вообще может быть, если, в принципе, все просвещенное человечество возникло в последнее время. Именно наука, свобода и все такое. Это Европа. Мы в любом случае будем двигаться туда. Наверное, тренд. Значит, нам неизбежно, рано или поздно, все-таки придется туда прийти. Правильно? Вопрос быстрее ли? Конечно, конечно. Здесь опять мы чуть-чуть отвлекаемся в философскую сторону. Строго говоря, либерализм в экономике это всегда обострение конкуренции. И это всегда ускоренное развитие. Ускоренное развитие, которое становится первым приоритетом. А социальная справедливость отбегается на второй и третий приоритет. То есть, на какое-то время мы жертвуем социальной справедливости. То есть, это неизбежно. Неизбежно. А вот это, мне кажется, здесь не объяснили. Взаимоисключающие такие вот... Почему Гайдар во многом ругают-то, что вот именно это пошло позже, скажем так, вернее, он этим и не занялся. И это ему ставит вину во многом. И это не объясняется, что на самом-то деле это объективный процесс получается. Потому что, по сути, другого выхода не было. Это неизбежно. Это неизбежно. Обострение конкуренции, оно всегда стимулирует отбор. Естественный отбор. То есть, всегда вызывает сильнейший. Всегда кто-то укрупняется. Кто-то захватывает. Кто-то поглощает. А кто-то остается в аутсайдерах. То есть, жертвуя социальной справедливости, мы ускоряем развитие. А потом, спустя какой-то период, мы на первое место выдвигаем, наоборот. Первым приоритетом становится социальная справедливость. Мы притормаживаем, мы консолидируем достигнутое. И мы обеспечиваем большую равномерность в распределении доходов, большую равномерность в результатах. Либерализм – это резкое неравенство результатов всегда. То есть, он вовсе не должен все время доминировать в истории одной страны или какого-то региона. Но в те периоды, когда страна нуждается в резком ускорении развития, в переломные периоды, в периоды, когда экономика нуждается в сильном толчке, неизбежно либерализм должен стать у власти. Сергей, мы должны будем сейчас уйти на рекламу. Буквально, уважаемые телезрители, через небольшой период мы продолжим разговор и уже коснемся непосредственно хода реформ Гайдара и попробуем подискутировать, что можно было бы сделать так или иначе. Рекламная пауза. Информационный партнер программы – журнал «Маркетинг-менеджмент». Лучшие идеи для вашего бизнеса. Здравствуйте. Вы продолжаете смотреть программу «Дау-бизнеса». И с вами ее ведущие Сергей Турко и Надия Черкасова. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Сергей Станкевич, политик, историк, советник президента Ельцина. Здравствуйте опять. Мы обсуждаем книгу «Революция Гайдара» и вспоминаем про те важные реформы, которые были на стороне 20 с лишним лет назад. Да, Сергей, я задавала в первой части программы вопрос. Основным, наверное, главным пунктом, который подвергается критике в политике экономической Гайдары, это то, что был резкий отпуск цен, гиперинфляция. И могла ли быть какая-то альтернатива этому или нет? Можно было ли этот процесс сделать поступательно? Или, скажем так, чуть медленнее, чем это было? Мы сейчас, если мы говорим сейчас в экономических терминах, то, конечно, нет. Конечно, нет, потому что, напомню, правительство Гайдара было сформировано в ноябре 91-го года. Не в 89-м, не в 90-м, и даже не в начале 91-го, а в ноябре 91-го года. Первые два месяца они быстро в попыхах создавали себе какую-то хотя бы нормативную базу, потому что ее просто не было, потому что действовали все законы Советского Союза, абсолютно не рыночной экономики тогда. То есть время уже было упущено. В ноябре они пришли к власти, первые два месяца создавали себе базу какую-то нормативную и пытались что-то пожарно сделать, просто пожарно гасить, пожар. Казна абсолютно пуста, ноль. Огромный долг, свыше 100 миллиардов долларов, вы знаете. Полное отсутствие товарных запасов, каких бы это ни было. И никакой, извините меня, частной экономики, никакой частной торговли. Все зависит от социалистической системы распределения, которая вдруг взяла и остановилась. И никаких частных магазинов, никаких других нет. Все государственное и муниципальное только. Понимаете? И колоссальный город Москва, например, где я работал, где ежедневно нужно как минимум 40 тонн мяса, чтобы лежало на прилавках, ежедневно, а его нет. И где эшелоны движутся к Москве, и надо их отслеживать буквально по часам, как они движутся. Потому что если хотя бы один эшелон, хотя бы на 3 часа задержался, то утро будет пустее. Это военное положение, да? Это военное положение. Это положение, аналогичное военному коммунизму. А вы спрашиваете, можно ли в этой ситуации было не отпускать цены. Совершенно справедливо в книге говорится о том, что вопрос отпуска цен, это был не вопрос политики. Это не политика вообще. И не идеология вообще. Это просто вынужденный, неизбежный шаг. Это просто самозащита, немедленная самозащита от немедленного голода. Голод не наступил к счастью. Никакого голода не было, к счастью. Потому что успели. Да, потому что успели. Потому что это не было вопросом политических дебатов. Люди просто взяли на себя ответственность и сделали. И ничего другого тогда точно не было дано. Мне легко об этом говорить отчасти еще и потому, что тогда я был оппонентом Гайдара. Я работал вместе с Ельциным. Я поддерживал назначение именно Гайдара. А были и другие варианты с назначением правительства. И там они совершенно хорошо рассмотрены. Были и другие варианты. В таком крепких хозяйственников позднесоциалистического типа можно было назначить. Но Ельцин сделал сознательно ставку на молодых, ни с чем не связанных в прошлом радикалов. И тем самым выиграл, я считаю, на начальном этапе. Сделал ставку на демонтаж системы, а не на поддержание. Я был оппонентом тогда и Гайдара, и Чубайса в наших внутриполитических дебатах. Но сейчас, оглядываясь назад и перечитывая книгу, и возвращаясь к тем временам мысленно, я вижу, что наши позиции сейчас сближаются. То есть я приближаюсь сейчас к тем позициям, которые тогда были у Гайдара. Я больше понимаю неизбежность его шагов. Я эту неизбежность лучше сейчас понимаю. В том числе и соглашаюсь с аргументами авторов книги. Отпуск цен был абсолютно неизбежен, как и другие некоторые меры по освобождению естественных рыночных сил. А давайте поговорим про второй важный... То есть получается, что эти критики просто вырывают из контекста, забывая о том, что это было время военного положения. Критики не дают себе труда глубоко вникнуть. Ну, есть такая шутка расхожая, что, к сожалению, мы бы жили хорошо, но, к сожалению, все люди, которые знают управлять государством, они все работают таксистами и парикмахерами. Почему-то каждый считает, что на месте Гайдара он бы сделал лучше. Не сделал бы. Вот я утверждаю, что не сделал бы. А все, кто прочтет книгу, убедятся в этом окончательно. А как вы считаете, а что если бы правительство Гайдара работало бы чуть больше, 3-5 лет? Чтобы мы сейчас... А как вы думаете, сколько правительство Гайдара работало? Переменному успеху 2 года там было? Восемь месяцев. Восемь месяцев? Чистого времени, да? Восемь месяцев работало правительство Гайдара, да. А, ну тогда в пяти годах, конечно. Дальше состав сложно менялся. Разных людей назначали. Разбавили резко этот состав. И, кстати, и Гайдар, строго говоря, властью премьера в стране не обладал. Весь первый период его деятельности основным организатором правительства был Геннадий Бурбурец. Гайдар занимался сугубо экономикой. И ни в какие другие вопросы не шел. Что, на мой взгляд, плохо. Ему нужно было одновременно участвовать и в политике, и в публичных дебатах. Да, у него не сразу и неважно получалось. Но это надо было делать. Надо было объяснять себя. Другие его объяснить не смогли. По разной причине. Может быть, потому что не понимали. А себя он не объяснял. И это было одной из ошибок. Поэтому те, кто его огульно критиковал, те, кто на него просто клеветал, на него набрасывался истерически в средствах массовой информации, те доминировали. А он себя не объяснял. Он был занят делом. Он был выше этого. Ошибка, потому что социальная база реформ очень важна. Особенно в такие критические периоды. А кто-то признает, что он был не политиком. И он сам говорил, что он не политик. Признают. Признают. Но уже задним числом. Кстати, вы извините, перебиваю. Важный факт. Это всего 8 месяцев. Об этом мало говорится. Представьте, теоретически. Допустим, полная власть 5 лет. Другая была бы на своей стороне. Ну, есть сакраментальная фраза. Что не ослабляет на колонии. Это понятно. Нет, нет, нет. Кстати, вот к этой фразе мы вернемся. Я сейчас имел в виду Столыпинскую фразу. Один из, ну, достаточно, я считаю, успешных реформаторов в истории России. Столыпин Петр Акадьевич как раз сказал, что чтобы реформировать Россию, нужны 20 лет. Дайте мне 20 лет спокойствия. Спокойствия и реформ для России. И страна будет совершенно другая, будет спокойной и нормально развиваться. У нее уже 20 лет спокойствия и реформ. Ну, 100 лет потеряли, получается. Вот, посмотрите. Да. Но у Гайдара было всего 8 месяцев, как оказалось. И эти 8 месяцев были в режиме революционного штаба. Непрерывного дефицита всего. Непрерывных конфликтов, которых не было, кстати, в странах Восточной Европы. Ну, и, конечно, это были реформы с запаздыванием. Справедливо указывается в книге и говорит об этом и Больцерович в предисловии, что эти реформы должны были начаться, как и в Центральной и Восточной Европе в 89-м году. И Польша, и Венгрия, и Чехословакия, тогда еще единая, неразделенная, стартовали в 89-м году. И два года в таких условиях. Это огромное преимущество. Огромное. Еще в 89-м году возможен был гораздо менее болезненный переход к новой экономике и новой стране. В 91-м году 90% шагов были вынуждены. То есть, получается, тем, кто критикует Гайдара, нужно сказать, что, в принципе, время было упущено при Горбачеве. Конечно. Шире глядя на историю, время было упущено, строго говоря, еще и гораздо раньше. Много говорят о китайской модели, о том, что нам нужно было раньше свернуть на китайский путь медленного, постепенного реформирования коммунизма. Единственной, пожалуй, у кого была реальная возможность пойти по китайскому пути, это Андропов Юрий Владимирович. Сразу после Брежнева. Естественно, Брежнев никуда не мог повернуть. Он мог просто дожить до конца. А у Андропова был шанс повернуть на китайский путь, но он же этого не сделал. Правда, он способствовал назначению Горбачева, именно он сыграл решающую роль, но сам он на китайский путь не повернул. Не захотел или не успел. Это другой вопрос. Иными словами, историческое время было упущено, реформы были с большим запозданием осуществлялись, и, к сожалению, в катастрофном варианте. К сожалению, потому что, конечно, всегда предпочтителен иной вариант. Но вот смягчить социальные последствия реформ можно было. Как раз в наших тогдашних дебатах я говорил о человекосберегающей эволюции, которая нам необходима, о человекосберегающих реформах. Этому много было посвящено тогда. Аргументы Гайдара и Чубайса были таковы, что нельзя, используя метафоры, нельзя кошки обрыбать хвостом поэтапно, нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка, и когда ты бежишь через горящий коридор, надо бежать быстрее, иначе сгореться. Такие метафоры были очень популярны. А можно было... Но я не считаю, что это всегда справедливая метафора. Три минуты до конца передачи. Второй важный аргумент критики по поводу приватизации. Вот можно было провести ее каким-то образом в то время так, чтобы собственность перешла не к ограниченному набору олигархов, а к какому-то более широкому среднему классу, у которого были избережения, уничтожены гиперинфляцией. Чтобы и общество может быть более осознанно к этому точно. Сейчас понятно, что можно и нужно. Сейчас можно было. Можно было. Да. Можно было и нужно было. А Гайдар успел бы это сделать? Или это тоже надо было раньше? Вот они считали, вот тогда доминировала политическая составляющая. Да, конечно, есть несколько вариантов. Есть более простые и быстрые, есть более сложные и долгие, и вроде бы более справедливые. Но, говорилось тогда, мы камикадзе. Нам нужно как можно быстрее, как можно дальше пройти. С тем, чтобы путь назад сделать невозможно. Они знали, что они временщики, да, чувствовали? Вот-вот снесут. Поэтому нужно сделать все, чтобы возникла с собственников. Пусть будут плохие собственники, потом на их место придут другие, потом, естественно, отборы придут другие. Но сейчас нужно сделать ситуацию необратимой как можно быстрее. И вот эта задача, сделать как можно быстрее ситуацию невозможной для возврата к коммунизму, вот эта задача доминировала. И, боюсь, что это была осыпкой. Но она выполнена была. Боюсь. Угроза была, как показал 96-й год. Угроза была абсолютно реальной. Это не были фантазии. Но некоторые вещи, о которых авторы сейчас задним числом пишут в книге, действительно нужно было сделать. Например, раздача земли. Вот самые социально незащищенные слои, та самая городская и сельская интеллигенция, в том числе техническая интеллигенция, городские и средние слои могли получать бесплатно землю. Говорить о современном политическом масштабе, у нас уже остается практически мало времени в программе. Вот сейчас в современной политике вы видите экономики, личность, не знаю, подобную по масштабам Гайдара. В истории, вы знаете, есть периоды героические. Или вообще возможно ли такое сравнение? Есть периоды героические и периоды инерционного развития. Вот сейчас период инерционного развития, сейчас герои не востребованы. Кто только высунься и попробуй вести себя героически, тут же голову отсекут. Поэтому, конечно, фигур такого масштаба в политике сейчас засвеченных нет. Но если изменится сам общественный запрос, то и фигуры появятся. Я уверен, что где-то в толще народной они существуют. России опять нужен либерализм. Либерализм с человеческим лицом. Либерализм, учитывающий весь опыт, в том числе и позитивный, и негативный. Наших либеральных реформ. Но нам нужно интенсифицировать развитие. Мы опять в застое. Мы опять в исторической паузе. И надо из нее выходить энергично, так как это делал Гайдар. Сергей, ну великолепные слова, которыми как раз самое правильное закончить нашу передачу. Что давайте двигаться вперед. Давайте читать книгу, узнавать нашу историю. И понимать ее более глубоко, чем мы, наверное, делаем это сейчас. Уважаемые телезрители, сегодня нашим гостем был Сергей Станкевич, историк, политолог, советник президента Ельцина. Обсуждали мы книгу «Революция Гайдара». А с вами были ведущие программы «Доу-бизнеса» Сергей Турко и Надья Черкасова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова